Всем привет! Напомню, что меня зовут Ирина. Я таролог и психолог. Рада вас приветствовать. Сегодня сделаем расклад на тему важные изменения в вашей судьбе. Что произойдет вот-вот? Чего ждать осталось недолго? Недолго. Давайте посмотрим, что вот-вот настигнет вас, какие изменения, какие события будут происходить, чего вам ждать, к чему готовиться. Итак, посмотрим. Карта умеренности. Она говорит о том, что сейчас, скорее всего, что-то поставлено на паузу в вашей жизни, как будто нет развития. Я не могу сказать, что это застой, что это надолго. Нет. Но сейчас пауза. Временная пауза, какая-то остановка. Но, может быть, действительно вам нужно отдохнуть. Вы уже исходите из своей ситуации. Если вы чувствуете отток энергетический, что устали, что у вас просто нет дальше сил идти по этому пути, дайте себе время отдохнуть. Карта умеренности про это. Про восстановление энергетического баланса. Про вынужденную паузу. Про то, что нужно остановиться. Возможно, после этой остановки вы увидите ситуацию по-другому. И вы действительно увидите ситуацию по-другому. Второй старший аркан выходит в раскладе. Карта Верховная Жрица. Это внутренняя мудрость. Это нахождение верного пути. Это когда состыкуются ваши желания, ваши запросы с тем, что вы по итогу получаете. То есть у вас есть планы, у вас есть какие-то наметки. Что вы хотите дальше увидеть. Перед вами результат есть конкретный, который вы хотите получить. Но понимаете, что обстоятельства сегодня какие-то сложные. Может быть, нет пока еще возможностей, те, которые вам нужны. Не открываются перед вами какие-то двери. Но вот по итогу, на самом деле, здесь все это исполнится. Все придет к тому результату, которого вы ждете. Но надо подождать. Сейчас время пассивное. Вокруг вас пассивные энергии. И надо понимать, что если даются свыше вот такие энергии, значит, надо просто ждать. Значит, надо реально отдохнуть. Значит, вам сейчас нужно побыть в пассиве. Может быть, вам нужно подумать. Может быть, просто морально отдохнуть. Лучше всего вообще отвлечься от этой ситуации. Потому что эта история, как я вижу, вытянула из вас уже все силы, все соки. Вы устали. Вы внутренне опустошены. У вас нет энергетического ресурса. У вас нет стимула больше продолжать эту ситуацию. Отдохните. Дайте себе возможность отвлечься. Посмотреть на это другими глазами. Вот дорога открывается у вас по шестерке кубков. Но чуть-чуть позже. Не сейчас. Сейчас у вас пауза в жизни. Сейчас вам нужен отдых. Очень хорошо сменить обстановку. Отвлечься от проблемной ситуации. Абстрагируйте себя от этих трудностей. То, что сегодня кажется вам неразрешимой задачей, может завтра решиться гораздо легче. Потому что шестерка кубков – карта легкости. Я вижу, что эта дверь, она откроется у вас гораздо быстрее и легче, чем вам сейчас кажется. Отпустите ситуацию. Не усугубляйте. Углубляйте. Не нагнетайте. Не накручивайте себя. Давайте посмотрим, что будет дальше происходить. Ну вот, собственно говоря, все потихонечку приходит в норму по карте двойка пентаклей. Очень скоро, буквально со дня на день, дня через 2-3 у вас уже идет стабилизация. Во-первых, вы отдохнете. Во-вторых, здесь уже идет смена энергии. Пассивные энергии уже сменяются активными. Значит, будет время действовать. Видите, здесь все перезагружается. Вот вы перезагрузите все. Я говорила, да, вот эта остановка вам нужна была для чего-то. И нужна она вам как раз, ну, видимо, по карте суд для полной перезагрузки. То есть нужно посмотреть по-новому на эту историю. Вот так, как вы это сейчас видите, это дальше не поедет. Ну, если вы хотите получить тот результат, который хотите, то этого не получится. Ну, не получится достичь этой вершины. Значит, нужно пересмотреть путь свой. Значит, нужно изменить где-то планы. Если не изменить, то подкорректировать. Скорее всего, здесь подкорректировать что-то нужно. Но вот пока вы не видите, что подкорректировать. И после этой паузы, после того, как вы морально отдохнете, вы на самом деле увидите. Увидите то, что нужно перезагрузить. То, что нужно начать с нуля. Может быть, придется вернуться к какой-то точке, откуда вы начинали что-то. И там исправить ситуацию. Или там произвести коррекцию ситуации. И уже после этой коррекции у вас идет как бы новый путь. И движение будет значительно быстрее происходить. Легче будет идти это движение. И быстрее, собственно говоря, вы будете видеть результаты. Ну да, здесь, смотрите, как бы в один момент ситуация начинает двигаться. Обстоятельства начинают меняться. Перезагрузка принесет вам ощущение уверенности. внутренне в том, что вы на верный путь стали. Что вы теперь, уже пересмотрев все, нашли правильное решение. Нашли выход какой-то. Нашли какой-то, может быть, вариант для себя. И вот по девяточке кубков вы уже идете прямым путем, прямой дорогой к исполнению своей мечты. Или к достижению какого-то результата. Что еще карта нам расскажет? Ну я вижу, что сложно идет как-то у вас разрешение этой задачи. Не могу сказать, что вы не работаете. Вы вкладываетесь по максимуму. Вы действуете, вы пытаетесь, вы ищете, вы в поиске, да, карта отшельни у человека, который в поиске. Но как будто обстоятельства сильнее вас. Ну, это путь какой-то борьбы. Вы понимаете, что у вас есть какие-то требования, которые непонятны, не ясны окружению. Здесь проблема осложняется тем, задача, вернее, ваша осложняется тем, что вас не понимают. Вы пытаетесь донести до людей, либо до человека какую-то истину, да, то, что вам кажется таким очевидным, таким простым, таким понятным. Вот другим это не кажется таким простым. Кто-то еще здесь хочет что-то с вас поймать. Понимаете, вот девятка Пентакли – это все-таки карта материальных благ. Какой-то материальный аспект присутствует, так или иначе, в этой истории. Еще одна Пентакливая карта – Король Пентакли. Возможно, мужчина, который, ну, меркателен в каких-то моментах, да, либо он хочет личного какого-то процветания, он хочет получить что-то возможное от вас. Здесь вот именно осложнение ситуации идет, пауза, за счет того, что человек хочет выгадать некий мужчина. Ну, может быть, и не мужчина, а просто человек. Человек с Пентаклиевыми энергиями. Человек, заточенный на деньги, человек, заточенный на то, чтобы что-то у вас получить, что-то ваше взять. Но при этом желает, чтобы ход этой задачи, да, был по его правилам, да. Как бы вот эта игра, которая у вас идет, ну, как бы игра, да, эта ситуация, но я это просто ввожу как бы в формат игры для того, чтобы вы понимали. Каждая ситуация, она имеет правила, да. У вас свои требования, вы как бы ставите свои задачи. Но если есть другие участники в этой ситуации, то, соответственно, они ставят свои задачи. И они предъявляют вам свои какие-то условия. Так вот, мужчина здесь паузой, паузой. Здесь мог человек вот эту паузу вам сделать в жизни. Вот. Паузу мог сделать мужчина. Он пытался добиваться чего? От того, чтобы вытянуть из вас побольше денег, да, или чего-то материального. Что-то получить от вас. Он ждет, выжидает, что вы, ну, дадите знак, что вот можно действовать, да, он может что-то получить. Вот он от вас чего-то ждет. Чего-то ждет этот человек. Но получилось, видите как, получилось так, что эта пауза, которая выгодна была, в общем-то, вот этому человеку с его меркантильными интересами, она в итоге стала выгоднее гораздо вам, чем ему, потому что высшие силы как-то так эту ситуацию обернули вам на пользу. Вам это дано время для того, чтобы отдохнуть, восстановить энергии, силы. Ну, а мужчина от этого теряет что-то. Вот его как будто дела идут на спад. Ну, либо человек, да, я почему-то про мужчину все время. Просто человек. Человек с пентаклиевыми энергиями. Ну, вы знаете, карта дьявола может говорить о том, что у этого мужчины или у этого человека далеко идущие планы в отношении вас, и не самые честные, надо отметить. Это попытки вас обмануть, это попытки вести вас в заблуждение, вести вокруг пальца. Но здесь вопрос денег. Кто-то хочет вас обмануть, кто-то хочет получить больше, вытянув из вас, да, денежек побольше. То есть такое ощущение, как будто вас пытаются раскрутить на что-то, что совершенно вам не нужно, что станет для вас лишними тратами денежными. Как эта ситуация будет развиваться в ближайшие дни, в ближайшие дни. Новый виток. Новый виток. Вот вы отдохнули, вы переосмыслили что-то, вы успокоились внутренне. Ваши энергии вошли в фазу баланса. И теперь разум светел, да, голова светла. Вы будете принимать какое-то решение, видимо. Потому что вы запускаете папажу жезла в действие. Вы диктуете свой сценарий. Вы понимаете, что если вы не сдвинете эту ситуацию с мёртвой точки, если вы не примете решение, если вы не дадите толчок каким-то образом, значит, эта история будет дальше развиваться по сценарию мужчины, да, или вот этого человека. Вас это не устраивает. Потому что у вас своё видение этого происходящего, да, своё видение результата, к которому вы хотите прийти. Но вы шокируете этого человека. Шокируете своей какой-то новой позицией, может быть, вновь принятым решением, каким-то своими действиями, своей решительностью, своей смелостью. Вы сдвигаете эту ситуацию с мёртвой точки. И вы действительно заставляете буквально обстоятельства обернуться вам на пользу. Вы как будто эту ситуацию, ну, исправляете, да, вы её подкорректировали, и вы поняли, увидели, как сделать так, чтобы этот мужчина не получил через обман то, что он хотел получить. То есть вы обходите его козни. Хотя, да, здесь по дьяволу всё-таки козни. Хотела сказать, что это всё-таки человек, который просто хочет от вас чего-то. Но если дьявол, как бы, два раза оказывается на дне колоды, то могу говорить совершенно точно, что человек коварный. Достаточно коварный, меркансильный, не желающий останавливаться на достигнутом. Ну, один раз этот человек уже вас обманул, я так скажу. Обман был. Обман был, и его номер прошёл, видите, по карте шестёрка жезлов. И он как-то планировал, что дальше будет идти этой же дорогой, что сможет держать вас на крючке. Но на самом деле не тут-то было. Его ждёт разочарование, потому что то, как вы поворачиваете эту ситуацию, для него становится менее выгодным делом. Согласится ли он дальше с вами сотрудничать, вообще иметь какие-то дела. Но вы знаете, он оказывается в более ограниченном пространстве, нежели рассчитывал. То есть перед ним встанет выбор. И он будет понимать, что либо действовать в купе с вами, слушать вас, либо же он вообще ничего не поимеет с этого вашего общего дела или через ваши какие-то партнёрские союзничества. Такой хитрец, да, который хочет получить больше, чем заслуживает. Вот вы как бы две стороны. У вас взаимовыгодное сотрудничество. По идее, вы должны иметь или получить по итогу что-то в равных долях. Но этот мужчина почему-то решил, что он заслуживает большего. И ему полагается большая часть. Вы эту ситуацию перезагружайте полностью. Вам высшие силы здесь как бы делают остановку, да, дают намеренно остановиться возможность, передумать, пересмотреть, переиграть что-то, для того, чтобы вы сумели обойти вот этого человека с его коварными планами. Что ещё будет происходить между вами дальше? Здесь подвешенная ситуация, какая-то пауза длится, неизвестность, неопределённость. Затянувшаяся ситуация. Эта ситуация могла бы уже принести вам какой-то результат. А может быть, уже могла бы и к концу подойти, если бы не хитросплетение этого мужчины. Или этого человека. Но здесь башня. Башня в данном контексте расклада говорит о том, что вы разрушаете вот эти сети обмана, да, всё то, что эти люди или этот человек спроектировал, да, здесь чётко спроектированный обман. У него почему-то было такое, что, ну, такой настрой или такое видение вас, что вот вы человек, который легко пойдёт на уступки, на предложения. Вот так он вас видел, но недооценил вас, вы ему делаете башню, вы проявляете характер, вы говорите, нет, меня не устраивают эти условия. Ну, как-то вы даёте понять, да, это он задумывается, он останавливается. Вот после того, как вы ситуацию эту останавливаете достаточно резко, меняете правила игры, заставляете его соответствовать тому, что ранее было между вами, да, тем договорённостям, которые ранее были, вы как бы напоминаете ему, что вы вообще-то в равных долях в этой истории. И он задумывается, а он, тут уже понимаете, ему надо как-то думать, что делать, да. Ну, вот он не сможет ничего сделать, потому что ваша мечта, ваша задумка, тот результат, который перед вашими глазами, ну, он будет, в общем-то, достигнут. Всё равно вы настоите на своём. Всё равно вы заставите этого человека делать то, что нужно вам. Да? То, что нужно вам. Ну, вот смотрите. Остановка в вашей судьбе, вынужденная остановка с целью перезагрузить ситуацию для того, чтобы она всё-таки вышла в успех. В успех для вас, прежде всего. Здесь, конечно, вы очень серьёзно этого мужчину удивите, потому что видит он вас через призму наивности какой-то, да. Может, вы внешне такой человек, такая женщина, хрупкая, худенькая. Ой, да я её сейчас там как-нибудь обману, не знаю. Говорю я чего-нибудь, да. И получу от этой ситуации больше. Ну, не тут-то было. Не тут-то было. Вы такую башню устроите, что мало не покажется. Вот тут даже не столько вы устроите, сколько вот после этой паузы ситуация начнёт развиваться сама по себе, потому что вот рыцарь мечи я вижу. Здесь рыцарь мечи. Ну, это то, что неуправляемо, да. Это то, что происходит резко, молниеносно, быстро. То, что часто не управляется нами. То есть события, которые будут происходить после этой вынужденной паузы, они будут происходить по воле Вселенной. И ваш вот этот решительный настрой, это всё работа Вселенной над вашим внутренним миром. Вот даны вам будут такие силы внутренние, такой ресурс, что вы сами себе удивитесь. Насколько вы можете быть серьёзной, строгой, требовательной, жёсткой даже. Вот насколько в вас решительность вот это проснётся. Ну, знаете, вот вы человек такой, вы спокойный человек, терпеливый, но терпите до поры до времени. Вот чтобы вас достать, это нужно, конечно, постараться. Этот человек держал вас в подвешенном состоянии уже очень долгое время. Он вас подвёл, может быть, он вас подставил где-то, потому что здесь временные сроки какие-то, да, вам нужен результат, и желательно побыстрее, но у вас свои как бы планы на жизнь. Этот человек, он как будто ненадёжный, он ведёт себя не то чтобы безответственно, ну, скажем, с низкой долей ответственности, да, ну, потому что ему нужны как бы свои козыри в этом всём. Ему надо что-то получить от этого. Хорошо, чего вам ждать от него? Каких действий ждать? К чему готовиться? К концу. Ну, во-первых, человек принципиальный, он может резко поставить точку, резко поставить точку, исчезнуть из вашего пространства, исчезнуть с радаров, перестать общаться, ну, потому что, знаете ли, ситуация потеряла контроль, да, он считает, что ситуация вышла из-под его контроля, некий хаос, хаос, видите, как он воспринимает, да, всё, что между вами происходит, все ваши обязательства взаимовыгодные, пока всё идёт по его плану, порядок, да, его это устраивает, как только вы начинаете вносить какие-то коррективы, для него это хаос, я поставлю точку, я откажусь, я уйду, я как-то вот спрячусь, затаюсь где-нибудь, там залягу на дно, да, буду выжидать чего-то, буду выжидать, ну, смотрите, здесь человек может уйти в паузу, он может на эмоциях принять какое-то решение, ну, потому что вы же башню ему устроите, он же не согласен с этим, он, конечно, может, знаете, как в спичка вспыхнуть, да, вот этот рывок импульсивный какой-то, он будет, как вот в ваш адрес, да, вот вы виноваты, вы не хотите, значит, я тоже не хочу, но по итогу, по карте Паш Пентаклий, успокоится, успокоится, и поймет, что сотрудничество с вами, ну, либо отношения с вами, там, какая у вас ситуация, ну, это для него, в общем, довольно-таки перспективно, то есть он к этому вернется опять, он сам что-то предложит, он как-то заявит о себе, и у вас опять возобновляется сотрудничество, такое впечатление, что здесь что-то останавливается, что уже идет своим ходом, да, останавливается, перезагружается, вами корректируется, вами поворачивается в ту сторону, в которую нужно вам, вы составляете этого человека слушать и слышать себя и свои какие-то требования, да, и отношения между вами, на самом деле, перезагружаются, меняется очень и очень многое, то есть он все равно будет в вашем пространстве, он будет с вами взаимодействовать, ну, как бы деваться ему некуда, успокоиться, усмирить свой импульсный вот этот выпад, дайте ему время успокоиться, он будет дальше с вами взаимодействовать и будет слушать вас, и будет делать так, как вы требуете, ну, посмотрим, чего от него еще ждать, ой, ну, правды, да, правды хочет, конечно, правды хочет, ну, опасается, если, например, между вами действительно сложные отношения, может опасаться, что вы как-то на юридическом уровне можете это все закрепить, обратиться в суд, там, я не знаю, да, к органам законодательства, то есть здесь у него еще мысли об этом есть, но или же, или же, как вариант, он будет отставить какую-то свою правду, то есть он может предъявлять вам какие-то конкретные факты, и выглядит это довольно-таки логично, вроде бы, на первый взгляд, но вы как будто бы, подавляете его вот эти козыри, да, здесь такой хитрый товарищ, я бы сказала, хитрый, вот даже после того, как он возобновит с вами отношения, он все равно будет пытаться проталкивать какую-то свою игру, какой-то свой сценарий, какой-то свой сценарий, но вы буквально перебьете вот эти его планы тем, что есть еще кто-то, да, что он не один такой, что вы можете сделать выбор в сторону еще кого-то, ну, ну, конечно, это грамотный ход, да, он, он, он как-то на вас прям посмотрит с другой стороны, скажет, ну, так скажет себе, ну, в общем, как-то с ней надо либо договариваться, либо никак, то есть опять здесь как бы ситуация выходит на как бы второй виток, да, это попытки еще раз договориться, это попытки еще раз договориться, ну, вот по аэрофанту на этот раз попытка имеет шансы увенчаться успехом, да, вот такой трудный путь вы проходите, но здесь сила, 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 напор, да, ваш напор, ваша уверенность, ваша твердость, я хочу, чтобы было вот так, если ты не согласен, значит, не имеет смысл нам продолжать либо отношения, либо какое-то дело, да, что там у вас, что вас связывает, вы знаете, здесь именно ваша внутренняя уверенность в себе и ваше четкое понимание, что вы для себя имеете от этих отношений, от этого партнерского союза, здесь борьба, конечно, двух сильных личностей, двух сильных людей, он хитер, но и вы не промах, он изворотлив, но и вы можете проявить характер, вы можете человека прям, знаете, так вывести на чистую воду, вы можете припереть к стене, вы можете заставить его сделать что-то, да, вы можете как-то ситуацию вывернуть словесно так, что у него просто аргументации не останется, не чем крыть, что называется, здесь вот пробуждается вас такая энергия, может быть, раньше вы и не были таким человеком, но вот после этой паузы, знаете, вы как-то многое переосмыслите, вы прям меняетесь внутренне, вы прям ставите четко перед собой цель, идете к этой цели, да, приходит понимание, если я сейчас не займусь этой ситуацией, если я не возьму в руки обстоятельства, контроль над ситуацией в свои руки, ну, наверное, она все-таки будет еще долго болтаться в повешенной фазе, да, еще долго обстоятельства будут находиться в стагнации, и в конце концов, ведь может пойти совсем не так, как вы хотели, потому что ему-то все равно вот этому человеку, ему надо выгоду извлечь, а что вы от этого потеряете, чего вы лишитесь, ему как-то вот все равно, ну, вот у вас праздник идет, праздник после того, как вы надавите на человека, после того, как вы проявите напор, уверенность, после того, как вы продемонстрируете твердость, внутреннюю, да, настойчивость, идет результат, результат, который полностью удовлетворяет вас, закрывает все ваши потребности, но вот такая борьба у вас будет по итогу, не отчаивайтесь, вы очень переживаете, знаете, из-за людской недобросовестности, вы человек совестливый, вот в этом ваша проблема, мы воспринимаем мир так, как чувствуем сами, если мы сами по жизни вот такие совестливые, обязательные, педантичные, нам кажется, что и все вокруг такие, или такими должны быть, ну, людей не изменить, люди разные, энергии разные, уровень ответственности у каждого разный, поэтому здесь просто от вас требуется ввести линию этой ситуации, ну, по-своему, да, не давайте этому человеку удерживать главенство, потому что как только он начинает чувствовать, что обстоятельства в его руках, что вы как-то даете ему свободу, слабину, он начинает выкручивать по-своему, он начинает придумывать какие-то ходы, ходок еще тот, он начинает, значит, подноготную какую-то там продумывать, да, чтобы обмануть вас, потешить свое самолюбие, что-то вам доказать, ну, вот такой человек, но если вы настоите на своем, вас же связывает одно общее дело взаимовыгодное, поэтому вы тоже должны получить по максимуму от этого проекта, или от отношений, может быть, это у вас отношения такие трудные, если вот вы смотрите расклад и понимаете, что это про вашу личную жизнь, что это про вас с вашим любимым человеком, да, отношения, когда и вместе сложно, и врозь невозможно, то есть, ну, делайте выводы, как бы, да, человек вот такой, это не значит, что он плохой, он просто вот такой, он просто пользуется тем, что оказывается в его руках, в его распоряжении, но вы можете всегда внести коррективы, вы всегда можете напомнить, что вы тоже, как бы, в этом пространстве есть, и вы хотите, чтобы ситуация развивалась именно так, и никак иначе, по итогу вы императрица, которая, да, пройдет трудный путь, которая пройдет путь от отчаяния, да, от вот этой ситуации опущенных рук, к достижению результата, такого, который вам нужен, вот, вы будете пробивать дверь буквально здесь, буквально сносить с петель, потому что по рыцарю жезлов, да, и мечевой надо будет быть решительной, строгой, и даже где-то стервозность проявить, он скажет, боже, какая стерва, я не знал, что в тебе дремлет, столько времени, да, живет вот эта стерва, но именно вот это ваше качество решительности, смелости, целеустремленности, жесткости в каких-то моментах, поможет эту ситуацию вывести на новый уровень, и по итогу, на самом деле, вы оба будете довольны тем, что имеете, вот вы оба будете довольны, у вас ресурс, вот двоечка жезлов, да, обе стороны удовлетворены, и у вас есть ресурс, огромный пентакль в ваших руках, вы получили от этого то, что вы хотели, ну и соответственно, у другой стороны тоже есть ресурс, все по-честному, да, вот вы видите эту ситуацию, на праведный какой-то путь, там, где вы действительно, как обе стороны, получите в равных долях, ну вот такой расклад, пишите, как вам ситуация, про вас это, не про вас вообще, может быть, просто вы для себя что-то почерпнули, там услышали, да, какую-то фразу, какое-то предложение, пишите, мне очень интересно всегда, как отыгрываются расклады, потому что общий формат, он такой, палка о двух концах, да, с одной стороны, он вроде бы, ну, бесплатный, да, как бы, доступный, а с другой, ну, наверное, все-таки, на аудиторию сложно вещать, и может быть, какие-то несостыковки постоянно есть, пишите, мне очень интересно, ну, а я прощаюсь с вами, всех благодарю за просмотр, благодарю, что вы со мной, подписывайтесь при желании, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, ваши мысли любые, поверьте, я это очень ценю, ну, на сегодня все, всем пока!